на портал гсгет поступил вопрос и враги человеку домашние его как правильно понимать эту фразу самые близкие люди для нас очень важны жена для мужа может и жены родители детей детей родителей и мы очень дорожим их мнением ночи с ними связаны и иногда силу даже может не специально какого-то такой найти злого умысла а в силу это то что люди грешники домашние наши начинают склонять нас к греху даже может быть из каких-то ну как им кажется субъективным добрым добрым побуждением вот мы на это не должны идти мы на это не должны идти что будет не только то что мы предадим себя мы совершив тот или иной грех под влиянием домашних наших мы тем самым оскверним свою душу нам от этого будет плохо как естественно греха всегда плохо становится всегда просто это вот про чувств можно может быть не сразу со временем но всегда будет плохо по свойству греха грех грех это зло но мы предадим наших домашних то есть мы своим согласием на грех утвердимых вот в этом их греховном мнении может быть особо оказав сопротивление им в и греховных каких-то значит так сказать указания для нас не пойдя на грех мы тем самым может зародим в них сомнение а правы ли они они может задуматься поэтому да домашние могут влиять на человека отрицательно но если чек любит бога молится след бог для него выше всего выше жены мужа детей родителей когда господь и его укрепит в добре повторяю в добре и может быть перед покаянию близких и еще раз делаю упор что если на нас наши домашние раздражаться даже обидится за то что мы не пойдем по тот или иной грех ради них вот через горы это не имеет оправдание что мы не хотели ссориться с домашними мы за любовь нет мы в этом случае был не за любовь все что против бога и что есть грех грех не есть любовь и к любви привести не может по существу своему мы еще раз говорю пойдя на грех ради домашних мы им и себе и им нанесем зло внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео оценивающим